Субтитры сделал DimaTorzok Это очень круто и мотивирует меня на создание новых уроков. Благодарю, что вы со мной все это время. Я желаю вам отлично встретить Новый Год. Пусть сбываются все ваши мечты и желания. Будьте здоровы и счастливы. А я буду продолжать радовать вас новыми уроками. Поехали! Всем привет! С вами Charlie Tutors и я начинаю серию уроков по созданию environment. В данной серии буду рассказывать о создании окружения с использованием моего workflow. То есть я буду показывать все программы, которые использую в работе и буду делиться опытом в решении задач, с которыми я сталкивался. За расписанием уроков можно следить в моем блоге charlitootsblogspot.com Перейдя в вкладку Schedule. На странице вы увидите карту, которую можно развернуть на весь экран и ознакомиться со всем, над чем я работаю и планирую работать. Навигация по карте очень простая. Удерживая Ctrl и крутя колесиком мыши, вы можете изменять масштаб. Левой кнопкой мыши происходит передвижение по карте. Начиная с этого урока, я решил записывать все, что запланировано поочередно. То есть не зацикливаться на одном большом курсе, а записывать все запланированные уроки по очереди, по одной части. Также параллельно на втором канале я отвечаю на вопросы на русском языке без монтажа и субтитров. Но эти видео будут на основном канале чуть позже. И параллельно всему этому создаю таймлапсы, которые так всем нравятся. В данный момент здесь нет никаких планов, но скоро все обновлю. Поэтому после выпуска каждого нового видео, я рекомендую почаще заглядывать сюда. Так как я буду обновлять список и показывать, над чем я работаю в данный момент. Эту часть я начну с обзора Speed3 Cinema 8. Покажу базовые этапы создания дерева и листвы. Как только запустите Speed3, вы увидите такое окошко, в котором можно выбрать сэмплы растений или начать все с нуля. Нижняя колонка показывает последние открытые файлы. Чтобы начать работу с нуля, нажимаем на бланк. Изначально интерфейс выглядит немного по-другому и я перенастроил его под себя. Весь инструментарий я переместил в левую часть, а справа оставил только редактор нод дерева. Работа в Speed3 начинается с добавления ствола. Для этого в редакторе нод нужно нажать правой кнопкой мыши, выбрать Add Geometry и кликнуть по Trunk. Также для этого вы можете использовать кнопку Plus Add на панели нод или на верхней панели инструментов. В Speed3 есть замечательный гайд в виде человека, который позволяет ориентироваться в масштабе, а также полезная информация слева в окне вьюпорта. Для удобной работы я настроил вертикальный вид нод, но вы также можете его изменить на горизонтальный. Достаточно нажать правую кнопку мыши в нодовом окне и выбрать Organize Landscape. Портретный вид мне нравится больше, потому что так ноды располагаются по росту дерева, то есть более логично. Чтобы зайти в настройки любой ноды, нужно два раза кликнуть на ней. Тогда в левом окне появятся все параметры, относящиеся к этой ноде. В данном случае это настройки ствола дерева. В Spine можно регулировать высоту с помощью первого параметра. Сразу же скажу, что я не буду останавливаться на каждом из параметров, ибо на самом деле настройки очень простые и о них можно почитать в Help. А я, как и говорил в предыдущих видео, буду рассказывать только о самом необходимом для данного урока и то, что может пригодиться дальше по этой теме. Начну я конечно же со скин настроек и покажу очень крутую фичу. Напротив Absolute есть маленькое окошко с кривой. Кликаем на него. В итоге откроется кривая, с помощью которой можно редактировать толщину ствола. Например, если поднять точку слева, вы сделаете верхушку толще. Добавив несколько точек в любом месте двойным кликом и переместив их в разном направлении, можно получить такую интересную форму. Два раза кликнув на точку, можно получить более плавную форму с помощью безе кривой. Также в редактировании толщины можно использовать готовые пресеты, которые выбираются кликом на иконку кривой. Я остановлюсь на такой форме ствола и идем дальше. Далее я обычно настраиваю линию корней. Так называемой выпуклости Flares. Кладки Displacement. Можно настроить радиус выпуклости, шум, который делает больше лучей, высоту и пинч. Также один очень важный момент для художников, которые работают в 3ds Max. Чтобы у вас не было проблем с масштабом и было удобно работать с силами, которые мы экспортируем из 3ds Max в виде мэшей, важно учитывать то, что Speed3 работает в футах. То есть перед тем, как экспортировать модель в 3ds Max, нужно зайти в Tools, Цена Unit Conversion и конвертировать футы в сантиметры, если вы работаете с этими единицами в 3ds Max. Если же мы экспортируем модель из 3ds Max, то нужно выбирать футы во время экспорта. Для того, чтобы показать пример, я создал бокс с высотой равной 1.80. Заходим в файл, экспорт и выбираем экспорт selected. Затем в единицах измерения снимаем галку automatic и выбираем футы. Затем переходим в Speed3, открываем вкладку Meshes и добавляем экспортированный объект. В появившемся окне выбираем опцию Add it to the scene. Иногда положение импортированных объектов взбивается, поэтому нужно зайти в Properties и во вкладке Transform нажимаем кнопку Reset Translation. Как видите, объект нужного масштаба, поэтому всегда помните это правило. В 3ds Max при экспорте объекта ставим футы, а перед экспортом из Speed3 заходим в Tools и делаем такие настройки в сцены Unit Conversion. Итак, продолжаем создание дерева. Теперь нам нужно добавить ветки и для этого выделяем Trunk, нажимаем правую кнопку мыши, переходим в Edge Geometry и кликаем на Big Brunches. Таким образом, к стволу добавятся стандартные ветки. Но мне не нравится, как выглядит верхушка ствола. Она как-то странно обрезается. Чтобы это исправить, заходим в Properties веток и в вкладке Generation для опции Extend Parent выбираем Any. Таким образом, результат получится намного лучше. Теперь к данным веткам добавим разветвление. Для этого еще раз нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Bifurcating Branches. Затем выделяем основные ветки, идем в Spine и настраиваем Noise, который добавит немного хаоса в расположении разветвлений. Теперь выделим разветвление и настроим зависимость длины от родителя. Ставим примерно 0.5-0.7% в процент Apparent во вкладке Spine. Чтобы сэкономить время, выделяем разветвление и дублируем с помощью Ctrl-D или опции Duplicate в меню правой кнопки мыши. Затем второй слой разветвлений перетягиваем на первый и таким образом получаем более реалистичный результат. Единственное, нужно поправить процент длины второго слоя. Да, так намного лучше. Идем дальше. Теперь добавим еще два слоя маленьких веточек. Для этого выбираем последний слой Bifurcating Branches и добавляем Tweaks. В Generation увеличим их частоту. Увеличим Spread, чтобы добавить больше реализма благодаря правильному распределению веток. И если обратите внимание, по умолчанию веточки растут из одной точки, что не очень реалистично. Немного изменим значение параметра Spiral, чтобы ветки не росли вдоль одной линии по вертикали. И затем дублируем Tweaks, настраивая те же параметры. Таким образом получим такое реалистичное дерево, которому не хватает листвы. И конечно же материала коры. Для того, чтобы добавить его, переходим в вкладку Materials. Нажимаем на плюс-минус, затем на Add New и переименовываем в Bark. В Speed 3 уже есть готовый материал коры. Его и будем использовать. Нажимаем на Color и выбираем Albedo текстуру. Все остальные подгрузятся автоматически после того, как вы согласитесь с предупреждением в исключившем окне. Назначение материала в Speed 3 можно выполнить двумя способами. Просто перетянув иконку руки на объект. Но в таком случае вам придется назначать материал на каждый слой отдельно. Или же вы можете сразу перейти в ноду Trunk. И в свитке Properties в вкладке Materials, вместо Inherited выбрать материал Bark. Таким образом, он назначится на все зачерние ноды, относящиеся к Trunk. Чтобы настроить V-развертку, в каждой ноде есть вкладка EWMapping. Если значение Absolute ставить меньше единицы, то текстура будет больше. Если больше единицы, то она будет талиться. Давайте поставим 0 для трех главных нод. А для остальных оставим это значение равным единице. Теперь пришло время добавить листики, что мы и сделаем в следующей части.